здравствуйте друзья добрый вечер письмецо здравствуйте михаил меня зовут георгий программист из израиля имеют три года опыта в датнет разработки планирую подкопить еще опыта и искать h1b спонсора вот какой у меня вопрос у меня есть предложение на работу стартап компанию это в израиле в самом стартап компанию где интересный проект самые передовые технологии да и условия получше но совершенно другой стек технологий как будет смотреть потенциальный h1b спонсор на такой опыт три года в одной технологии то есть датнет два года в другой насколько я понимаю если ему нужен датнет программист то пять лет опыта в этой области если нужен руби программисту 5 лет в руби прав ли я может все-таки стоит углубляться в одном направлении что посоветуете да и какой опыт больше интересен работодателю из большой корпорации или стартапа или все-таки главные навыки заранее спасибо ну поговорим вы друзья можете подумать что что-то произошло потому что вроде вопрос георгия из израиля мы зачитывали в темноте а отвечаем на вопрос на свету и вы люди наблюдательные я как бы не стану отрицать то есть действительно имеет место вот такой странный факт что вопрос я зачитывал вчера вечером но поскольку оказалось что место на хардраве больше нет или там дискетка я извиняюсь в камере дискетка следующем место там нет поэтому я уже значит ответ на вопрос зачитываю на следующий день итак мы имеем на самом деле как бы два вопроса первый вопрос состоит в том как влияет то что человек работал в большой компании или в маленькой в стартапе или в такой серьезной корпорации вот как это влияет на желание американского нанимателя сделать ему рабочую визу второй вопрос был рядышком и он касался технологий вот что более привлекательно то технология там или это учитывая что одна такая более традиционная другая как бы более ну более современная да там все все дела значит давайте мы с корпоративным и стартаповским разберемся безусловно в определенных ситуациях в определенных ситуациях не всегда это может иметь значение но например если я работаю в стартапе и у нас тут у ребят значит у всех там stack options то есть если компания выйдет там в паблик в этом сразу миллионерами все станем и так далее а пока что пока что мы работаем по 12 часов за ту же зарплату и вот приходит человек из большой корпорации и соответственно я начинаю сомневаться я думаю а он в состоянии а он захочет а он не сбежит от меня через полгода этот человек не выдержав такого ритма работы поэтому значит такое беспокойство может быть но они вас могут спросить они могут спросить а как например вы работали вашей большой корпорации может оказаться что вы в большой корпорации работали не менее интенсивно чем они стартапе я знаю много больших корпораций где народ на ушах просто стоит вот можно сказать круглосуточно у них что-то происходит то есть я таких людей знаю очень солидных казалось бы компаниях и все такое но вот они так работают поэтому я не думаю что в этом есть какая-то такая важная рыночная фишка вот вы выходите на рынок и и там есть много компаний и даже если кого-то этот аспект волнует ну так они вас спросят а вы им скажете что вы как раз и хотите допустим вы не работали в стартапе и вы сказать я как раз хотел бы работать стартапе хотел бы вот этого и наоборот если вы работали стартапе а они корпоративные какие-то такие стабильные вы можете сказать вы в принципе не против там стартапе работать но вам всегда хотелось вот глядя на стартап чего-то более такого устоявшегося солидно и так далее то есть сказать то можно все что угодно чего-то переживать они вас спросят не то что это их оттолкнет как-то вообще сейчас не такой рынок когда людей что-то сразу отталкивает у них нету выбора понимаете они вынуждены рассматривать какие-то вещи даже если что-то это может и не нравится а другого нет то есть два резюме отличается тем что в одном больше не нравится в другом еще больше не нравится вот собственно вся разница то есть чего-то такого идеального даже я себе представить не могу значит я бы не стал на это обращать какого-то внимания первое то есть хочешь работать в стартапе работа и стартапе тебе не помешает хочешь работать большой корпорации такой стабильной работой опять это тебе не должно помешать на самом деле если вы посмотрите на американские стартапы вы увидите вы увидите там известное количество людей которые сбежали туда из больших корпораций в большой корпорации динамики нет и как-то они не понимают что они там ловят найти им обрыгло там сидеть и они все бросают уходят иногда даже на меньшую зарплату уходят вот просто чтобы оказаться в такой динамичной обстановке где есть какая-то перспектива роста и денежная и профессиональная там и тогда да значит вот теперь еще что важно все-таки человек работает одновременно в одной компании но я не беру какой-то экстрим когда там в двух-трех там и десяти это отдельно но тем более то речь в англии значит человеку нужна одна компания которая его наймет тут конечно есть осложнение в виде того что вот компания есть а потом визу делает а потом там лотерея устраивается и наша наша не прошла конечно хочется получить несколько офферов от нескольких компаний и соответственно в несколько раз увеличить вероятность прохождение как бы да вот этого барьера вот лотерейного рабочей визы лотерейного барьера но все-таки значит вот мы ну 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 вот один оффер мы хотим но хотя бы один мы хотим а дальше уже там будет больше еще лучше но мы не хотим 25 там или 30 или 50 то есть у нас все-таки более реалистичный взгляд на жизнь и вот исходя из этого мы понимаем что сразу всем мы не угодим так но хотя бы одному а лучше двум а еще лучше трем это зависит от квалификации конечно очень сильно и мы поэтому переходим к вопросу о том что лучше вот сейчас у него три года там в датнет технологии что лучше еще два года побыть в датнете тогда будет сразу 5 и тогда он будет хорошо смотреться лучше будет смотреться для того кто хочет человека с датнетом чем допустим если человек датнетом скажет эх а он уже два года не был в датнете а человек которому нужно там руби и с чем он там идет в компании скажет что-то маловато у него этого руби в компании хотя безусловно то что вы до этого там были например датнете это это не то что вы вырванные года это все-таки такой бэкграунд который говорит о том что вы наверное за два года разобрались гораздо лучше чем если вы начинали это делать с нуля не имея того опыта который был раньше то есть безусловно языки меняются то есть программист характеризуется не языком на котором он работает а умением программировать уже неважно там какой язык язык это инструмент как с машины на машину пересел но может быть более болезнен немножко чем с машины на машину но все-таки теперь при всей относительности как бы оценок потому что мы не знаем что там за наниматель и какой конкретно вот в этот день возьмет его резюме и скажет о это тот самый парень давайте с ним поговорить есть очень много такого вероятностного в этом во всем тем не менее из общих соображений я бы сказал что всегда лучше быть в таком месте где меньше конкуренции например вот есть какие-то технологии он через два года собирается искать работу хорошо к этому моменту у будет 2 года в этих новых технологий и легко может оказаться что людей у которых есть два года в новых технологиях там много меньше чем те пакова 5 лет допустим старых технологий то есть группа говоря если технология опасно относительно новая то людей которые освоили меньше меньше на рынке, чем тех, которые освоили старую. Вот, собственно, и все. Поэтому, значит, это первый аргумент мой, например, для меня внутренний. Я не то, что другим советую, но я для себя вот сужу. Значит, первый мой аргумент, почему надо идти все-таки туда, где технологии новые. Второй мой аргумент состоит в том, что все-таки он хочет получить рабочую визу. Георгий хочет получить рабочую визу в США. И он планирует через два года начать. Значит, он может начать. Он может даже через два года, например, получить джоб-офер. И какая-то компания начнет оформлять ему документы. Но дальше что-то может не получиться. И это не получиться может, ну вот, в частности, не прошел лотерею этих виз. Дай бог, чтобы оно изменилось и процесс бы облегчился. Но пока так. Так тогда у него будет уже не два года, тогда через год у него будет уже три года. И три года. Это уже, ну, в общем-то, неплохо. Учитывая, что он до этого там еще три года там занимался, там, не знаю, там, датнетом. Бывают семейные обстоятельства. В силу которых человек говорит, я еще годик подожду, там, допустим. Бывает, ребенок родился. Бывает, родители нездоровые. Бывает, ну, масса всего бывает. Бывает на работе там, ну, невозможно уйти просто потому, что там свои ребята есть какие-то обязательства. И ты не можешь их бросить там потому что. Ну, ну, я не знаю. У разных людей разные обстоятельства. И при всем при том, что у нас есть сегодня, допустим, какие-то намерения, благие, безусловно. Мы не знаем, как эти намерения изменятся в течение двух лет. Но мы понимаем, что, скорее всего, какая-то корректировка произойдет. Так что, я думаю, что в среднем, в среднем, если человек планирует сегодня, что он через два года этим займется, то в среднем это может быть и три, а может и четыре, а может и пять. То есть мы не знаем. У меня нет такой статистики. Да, мы не знаем. Но я вижу много людей, которые что-то планировали, потом что-то откладывалось, потом чего-то им не хватало. Потом он пошел на рынок, выяснилось, что он не знает каких-то там еще технологий, к тем технологиям. Он пошел еще годик поработал с теми технологиями и пошел и поехал. Так что, исходя из этого всего, из некоторой нестабильности, да, то есть два года, это не то же самое, что сегодня. Вот, то же самое, что, скажем, 100 долларов сегодня, это не обязательно 100 долларов через два года. Через два года, может быть, ты захочешь вместо этого 120, а может быть 85. Мы не знаем. Сегодня мы знаем, а завтра нет, а через два года тем более не знаем. Так что, это мои, как бы, аргументы в пользу того, что вот я бы пошел за новыми технологиями. Самое интересное, что в зависимости, конечно, от того, какие там технологии и чего, но бывают ситуации, когда есть компания, где хотят и этого, и того. Я не берусь судить, значит, нужно ли кому-то и там Датнет, и Руби, там, с чем он идет. Я просто не разбираюсь в этом. Но я, например, вот наблюдал в тестировании, например, есть очень хорошая комбинация, когда человек тестирует и делает релизы. Релиз инженер, билд инженер. Да. И очень сильная комбинация. Особенно, если компания небольшая, и у них нет денег содержать двоих человек. Да, одного тестера и одного релиз инженера. Они берут одного, который может делать и то, и другое. Я вам скажу, что вот, когда была рецессия, ну, последняя рецессия, существенная для компьютерных дел, компьютерных работ. Вот. Вот за 25 лет такая, кстати, одна была на моих глазах, когда это было важно. Это вот обвал интернет бума. Эта комбинация была рабочая. То есть, если ты можешь и релизы делать, и тестировать, то у тебя была работа. Даже когда тестеру работы особо нет, и там релиз инженеру особенно работы нет, а когда ты делаешь и то, и другое, есть работа. Так же, как, например, whitebox-тестер находил работу в то время. То есть, все равно их не хватало. Ну, и так далее. То есть, комбинация двух разных технологий может оказаться как раз вот тем выигрышным билетиком, когда и то, и другое востребовано. Ну, еще раз, я это в более широком ключе воспринимаю. То есть, я не отвечаю Георгию лично в том смысле, в каком вот технология одна, технология другая. Я понимаю, что у многих людей есть аналогичная проблема. Она может быть не связана с IT вообще никак. Это может быть и с физикой, и с химией, и я там не знаю с чем еще. Вот есть одна технология и другая. Как быть? Это новенькая, а та старенькая. Вот, поэтому я пытаюсь как можно шире захватить вот эту ситуацию. Ну, наверное, я то, что хотел сказать, уже сказал, в общем-то. И уже обращаясь к Георгию лично, поскольку он вопрос задал, и у него интерес такой по жизни есть, я хочу ему пожелать успехов. И чтобы, как сказать, все у него получалось. Чтобы работалось в охотку, и чтобы люди ценили то, что он делает. И, как бы, чтобы вот было у него ощущение того, что, ну, не хочу сказать, жизнь удалась, но вот лицом в икру там. Но, во всяком случае, вот это ощущение удовлетворения жизнью. Вот это очень важно. Вот каждый день с удовольствием идти на работу, и потом с удовольствием идти домой. Вот это вот чувство, чтобы не покидало. Счастливо!